Многодетная семья Яковук уже не первый раз становится почетным гостем на мероприятии «Родительский дом». На их попечении 10 ребят, которых родитель-воспитатель Татьяна называет родными. Решение стать для детей-сирот мамой пришло само собой, говорит женщина. И сегодня без них она свою жизнь не представляет и старается сделать все возможное, чтобы ее воспитанники почувствовали, что живут в настоящей семье. И в этом нелегком деле помощь от социально ориентированного учреждения «Беларусьбанк» – большое подспорье. Они нас поздравляют со всеми праздниками, с новогодними, с Днем защиты детей, с Днем матери. Вы знаете, внимание постоянное и помощь оказывается постоянная. Мои дети, как слышал слово «Беларусьбанк пригласил», они скачут до потолка. Они постоянно знают, что если Беларусьбанк пригласил, значит они что-то дарят, куда-то везут, организовывают. Мы не можем, у нас семья большая и выехать, у нас нет такого транспорта, чтобы мы могли выехать всей семьей. А «Беларусьбанк» нам дает эту возможность. Дом семейного типа в деревне Турнок и Минецкого района, где проживает семья Яковук, один из трех построенных в Беретской области за счет финансирования «Беларусьбанка». Второй коттедж был возведен в марте прошлого года в поселке Огаревичи Гансовического района. И, наконец, третий детский дом расположен в городе Пинске. Во всех трех коттеджах проживают приемные семьи, в каждой из которых по 10 детей. Ежегодно «Беларусьбанк», являющийся своего рода шествующим предприятием, организует для них различные праздники и мероприятия, заботясь о многодетных семьях и после новоселья. В рамках поддержки государственной политики в направлении социализации детей-сирот «Беларусьбанк» создал такой социально значимый проект, который получил название «Родительский дом». Данный социальный проект предусматривает самой строительство коттеджа семейного типа для последующего проживания детей-сирот, которые были отобраны из домов-интернатов. Если взять статистику, то на сегодняшний день «Беларусьбанком» в целом по республике построено 14 коттеджей, в которых проживает более 100 детей, которые были забраны с интернатов. Эти дома сданы под ключ, полностью обеспечены мебелью, бытовой техникой и созданы все условия для того, чтобы они там полноценно проживали. Сладкий стол, урок финансовой грамотности и многочисленные подарки. В этом году программа праздника была особенно интересной. Поскольку мероприятие было приурочено ко Дню Знаний, трем первоклассникам и гостям акции в торжественной обстановке были вручены книги, как символ первого учебного года. Праздник для юных гостей продолжился в городском парке культуры и отдыха, где дети смогли сполна насладиться атмосферой последних дней летних каникул. Продолжение следует...